Друзья, всем привет! Я жду запроса от Алексея Петровича Ситникова, и мы с вами выходим с ним в эфир. Алексей Петрович – известный психотерапевт, доктор психологии, автор этой книги «Кармолоджик». Он написал книгу, собрал 54 закона жизни. Сейчас отключу комментарии, друзья, потому что давайте не будем лайкать, не будем комментировать, будем слушать. Здрасте! Алексей Петрович, добрый день! Динара, я так вас рад видеть! Я тоже очень рада вас видеть! Вы любимый ведущий! Я до сих пор под впечатлением нашего с вами сотрудничества и наших с вами эфиров. Спасибо, Алексей Петрович! Я вас тоже очень люблю и не устаю всем рассказывать о том, как я узнала о вас через журнал «Татлер». Я думаю, что многие подписчики мои и ваши очень любят ваши правила жизни, я их обожаю, каждый раз читаю и всегда думаю, откуда у вас столько всегда новых идей, причем вы всегда идете в ногу со временем. Последний раз «Татлер» читала о том, как пережить развод. Очень интересная была тема. После развода не надо, знаете, из одного брака сразу в следующий. Надо немного давать себе… Мне понравилось быть спокойной, как озеро Кома. Вот я запомнила. Да, да, да. Мне очень приятно, что вы так заботитесь о своих подписчиках и что, понимая, что многие из ваших поклонников и поклонниц сейчас в таком стрессе эмоциональном, да, в связи с эпидемией и действительно непростая ситуация в мире на сегодняшний день, если посмотреть на динамику, да, посмотреть на то, что в Италии происходит катастрофа просто гуманитарная, то то, что вы с такой заботой… Относитесь к своим подписчикам и своим почитателям. Мне безумно приятно. Ну, вы сама мама, поэтому, естественно, и дочка, и поэтому, естественно, там чувствуете вот этот стресс, который испытывают сейчас все вокруг. И ваша забота о подписчиках, конечно, мне вызывает только уважение. Спасибо. Давайте поговорим на эту тему, да, Дина? Давайте поговорим на эту тему, пока мы не сошли с ума все. Потому что мы сидим на карантине, по-моему, где-то пятый день и, честно говоря, уже не знаю, с чем себя занять, что делать, как не сойти с ума. Ну, пообщались с родными, оказались хорошими людьми, это, я думаю, в том числе и у вас, да. Но вот что делать во время домашнего карантина, потому что вчера у меня был прямой эфир с моей ученицей из Гуанчжоу, и она сказала о том, что они второй месяц сидят на карантине в Китае, представляете? Два месяца. Вы знаете, Дина, все ожидали бэби-бума, что все сидят дома, через девять месяцев произведут просто демографический взрыв. А оказалось наоборот. Посмотрите, китайские наши там партнеры, психологи сообщают, что огромное количество разборов. Да, ну, потому что они все, наверное, готовы были проводить время со своими близкими 24 часа, да, то есть все-таки мы, когда у меня, я не замужем, да, то есть у меня нет мужа, с которым мне сейчас пришлось бы проводить время, да, у меня есть дети, мама рядом, братишка приезжает. Но, тем не менее, ты понимаешь, что каждый день все равно, я тем более человек такой привыкший планировать свою жизнь, я не знаю, что нам делать, да, то есть мы смотрим фильмы, посмотрели там последние ток-шоу, перечитали уже книги, которые купили, да, то есть что делать вообще, как пережить домашний карантин с пользой для себя? Ну, во-первых, давайте начнем с того, что вообще вся ситуация, она такой, в общем, стресс, да, для всех, в том числе и нахождение дома такой стресс. Давайте разберем. Первое, это то, что существует такая физиология, я нейрофизиолог, поэтому по базовому образованию, поэтому начнем с нейрофизиологии. Давайте. Стресс вызывает выброс большого количества гормонов, у которых есть совершенно определенное, там, специфическое действие. Например, кортизол, который мы, так сказать, там, получаем в кровь, он действует следующим образом. При небольших количествах, то есть при умеренном стрессе, он вызывает повышение иммунитета, а когда его становится больше, и он плохо утилизируется, то он как раз блокирует иммунитет. Что нам ставит уколом, когда у нас анафилактический шок, либо когда у нас сильная аллергическая реакция? Ставят в больших дозах именно его, и в больших дозах снятия иммунной реакции, как раз снижение иммунитета пропорционально дозе. Поэтому есть физиологический феномен, что действительно небольшой стресс повышает иммунитет. Есть несколько видов стресса, есть несколько видов реагирования организма на какие-то сложные жизненные ситуации. Есть стресс норадреналиновый, когда выбрасывается норадреналин. Этот норадреналин называется гормоном хищника. Вот когда волк бежит за зайцем, и понятно, что у него повышен кровоток, повышено давление, у него напряжены мышцы. Это стресс для организма. А адреналиновый, так называемый гормон, адреналин – это гормон зайца. Это как раз зайчик, который сидит в кустах, спрятался. Это мы сейчас, да? У нас сейчас много адреналина, мы просто боимся. К сожалению, это мы сейчас сидим в кустиках, так сказать, спрятались. Так вот оказалось, что как раз норадреналиновый стресс, когда человек в стрессовой ситуации каким-то образом реагирует, что-то делает, в том числе и ментально что-то делает, когда у него есть понимание, что он делает, когда у него есть цель, когда он как-то эту стрессовую ситуацию пытается преодолеть некими действиями, то тогда этот стресс повышает иммунитет. То есть, если мы сейчас что-то будем полезное делать, то мы, наоборот, свой иммунитет укрепим, да? Да. Здесь надо понимать, что вот это действие, оно может быть ментальное, оно может быть физическое. Но мы же с вами оказались в какой ситуации? Вакцины на этот вирус нет. Мало того, этот вирус в связи с тем, что в Китае, например, врачи говорят, что люди, которые вы вылечились, вышли из больницы, опять заражаются, опять ложатся в больницу, это говорит о том, что в принципе такая иммунизация, то есть фактически то, что является основой для того, чтобы появилась вакцина, чтобы человек, переболев этой болезнью, больше не болел, она в случае этого вируса очень затруднена. Человек может переболеть те же, с той же самой болезнью несколько раз, значит иммунитет на эту болезнь специфически не вырабатывается. И работает только не специфический иммунитет. Это очень важно. А в связи с тем, что нет еще и сыворотки, практически нет лекарств. Работает наш интерферон Альфа-2Б. Алексей Петрович, если у человека хороший иммунитет, то он может побороть эту болезнь, там даже в домашних условиях говорят, да? Вы знаете, иммунитет, хороший иммунитет, это то, что спасет и от онкологии, и от 90% всех болезней. Хороший иммунитет, высокий иммунитет нужен человеку всегда. Как его поддерживать? Давайте об этом поговорим. И какое место вот в этом поддержании занимает семья, и какое место занимает то, чем человек занимает себя вот в такой ситуации. А если, Алексей Петрович, есть ли какой-то гормон, который повышает иммунитет, да? Может быть, я не знаю, гормон радости. Вот говорят же, что если человек болен онкологией, да? Да-да-да, мы сейчас как раз на арочке. Мы сейчас об этом сейчас и будем говорить. Давайте. Давайте об этом сейчас и будем говорить. Первое. Любые действия физические, которые вызовут небольшой стресс, это может быть обливание прохладной водой утром. Это уже стресс для организма, это уже повышение иммунитета. Любая физическая нагрузка, то есть нужно обязательно, сидя дома, потратить время на физическую нагрузку. Там, это полчаса, сорок минут, что-то поделать, да? Попрыгать, побегать, не знаю, если с утра действительно вы примете холошный душ, а в середине дня вы еще и позанимаетесь, позанимаетесь спортом, то это очень поможет. Кстати, когда принимаете холодный душ, самое главное в принятии холодного душа, помните, что не сам душ, а то, что вы после этого должны сами высохнуть. Иммунитет запускается не тем, что вы попали под холодный душ, лучше всего даже не душ, а просто ведро холодной воды на голову, а то, что вы потом сами согрелись, вот это запускает иммунитет. Это первое. Второе. Иммунитет очень сильно зависит от того, насколько вы правильно встаете утром и насколько правильно ложитесь вечером. Если хотите поднять иммунитет, то вставать нужно в 6-6.30, а ложиться до 11. И для того, чтобы хорошо спать... Ну, у меня с этим вообще беда. Для того, чтобы хорошо спать... Я вообще не могу ложиться до 11. Я понимаю вас, но вот лучше это делать, потому что так устроены гормоны внутренней секреции, так устроен вообще весь цикл организма, что в 6-7 утра как раз выделяется кортизол. Да, вот в 6-7 утра. А вы в это время спите. Спите в этот момент вы уже не очень хорошо. Дальше. В 6.45 начинается подъем кровяного давления. В 7.30 прекращается выделение мелатонина. В 8.30 начинается... Повышается перестатчика кишечника. И в этот момент, в 10 самая высокая бодрость. В этот момент вот как бы... И надо там заниматься активной там какой-нибудь интеллектуальной деятельностью, что-то придумывать. Поэтому я бы рекомендовал для повышения иммунитета все-таки соблюдать вот такой режим, ложиться до 12. Обязательно убрать... А как заснуть, Алексей Петрович? Сейчас я вам это расскажу. Обязательно, начиная с 9 вечера, перестать пользоваться мобильными устройствами и стараться, чтобы не было экранов компьютера или телевизора. Книги? Из спальни надо разговоры, книги, но без экрана, потому что у экрана есть некое там излучение. Вы фактически, в том числе из солнечного спектра, вы фактически сбиваете себе ритм. А утром, проснувшись, наоборот, обязательно нужно яркий свет в глазах. Не у всех в ванной и не у всех на кухне есть там окно, выходящее на солнце. Поэтому сейчас даже много таких устройств, которые дают солнечный свет без ультрафиолета. И где-то 15-20 минут, полчаса утром, как только проснулись, обязательно нужно яркий солнечный свет без очков. И без солнечных очков, и без очков корректирующих зрения. Обязательно нужно получить яркий солнечный свет в глазах. Либо искусственный солнечного спектра. Тогда запускаются все биоритмы, и тогда вечером вы хорошо уснете. Потому что если вы не проснулись рано утром, то вы весь день в таком полусонном состоянии. И вечером вы уже не будете спать, потому что вы фактически не просыпались. Следующее, что очень важно, это глубокий сон. Глубокий сон возможен, только когда бессознательный не боится, что этот сон может быть потревожен. Поэтому я бы порекомендовал мобильные телефоны ставить на зарядку не в спальне, чтобы не было даже шанса, что он зазвонит. Либо гарантированно поставить там режим ночной, что он не позвонит. Бессознательное должно знать, что его никто не беспокоит. Что не зазвонит телефон, ни линейный домашний, ни мобильный телефон. Тогда вы будете хорошо спать. Следующее. Есть четыре гормона, на которых держится счастье. Ощущение счастья это в первую очередь серотонин. В лимбической системе мозга. Не кишечная, а именно лимбической системы мозга. Второе это дофамин. Третье это окситоцин. И четвертое это эндорфин. И вот давайте по ним и пройдемся. Давайте. Почему? Потому что состояние ощущения счастья повышает иммунитет. Серотонин. Во-первых, это диета. На 50% состояние серотонина это диета. Должно быть в диете большое количество полноценных белков. Белков. Рыба, мясо. А те, кто придерживается веганской или вегетарианской диеты, обязательно в день два банана. Потому что в бананах очень много трептофана. Трептофан незаменимая аминокислота. Она не производится организмом человека. Ее можно только съесть. Это первое. Второе. Дофамин. Дофамин это нейромедиатор, который связан с достижением цели и предвкушением достижения цели. Я люблю дофамин. Да. Типичный пример. Это сексуальное предвосхищение, которое потом заканчивается оргазмом. Оргазм это выброс дофамина. Вот такой джух. Большое количество. Он не там. Я не это имела в виду вообще там. Он здесь. Ну ладно. Я имела в виду достижение цели. Я считаю, что это прекрасно, что дофамин ваш любимый. Любимый гормон. Да, да, да. Вот. Дальше. Но в связи с тем, что дофамин, он производится из тирозина, а тирозин из фенилонина, это тоже незаменимые аминокислоты. И они тоже есть в белках, и тоже есть в бананах. Но это те же самые аминокислоты, из которых и производится тот самый норадреналин, который повышает вот этот гормон, там правильного стресса. Стресса, который реализуется в неком действии. Повышает мышечный тонус, кровоснабжение, давление повышает и повышает такие образы мумитет. Окситоцин. Окситоцин – это гормон. Да. По поводу дофамина нужно ставить цели, очень много мечтать. И достигать свои цели. Для того, чтобы мечтать, читать сказки и мечтать о принцах. О принцах. Дальше. Обязательно ставить какие-то цели. Сейчас, сидя дома, как раз прекрасно спланировать, куда выходить, посмотреть альбомы по поводу тех стран, которые вы поедете после того, как закончится карантин. Помечтать о, я не знаю, о Вильне в Монако, либо о квартире в Лондоне, либо о какой-то новой машине, лодке, я не знаю. О чем-то мечтать. Эти мечты, они очень нужны. И предвкушение получения этой мечты очень важно. Дальше. Все, что связано с предвкушением подарков. Я вас уверяю, что если вы вашим детям пообещаете какие-то подарки, и они будут предвкушать их, повышать содержание дофамина, а если им что-то еще подарите, будет выброс, такое, знаете, такое счастье, достижение цели. То, о чем ребенок давно мечтал. Я недавно дочке подарил котенка, так она расплаталась. А в связи с тем, что она написала Путину письмо «Прошу котенка», то она протягивает ко мне руки и говорит «Спасибо, дорогой Путин». Она подумала, что это Путин ей прислал котенка, но была безумно счастлива. Так вот, подарки, побаловать себя тем, о чем давно мечтали. Это поднимет уровень и сиротонина, и дофамина. Это поднимет иммунитет. И поднимет иммунитет, конечно. И вот мечты, спланировать, что такое действие, это не просто мечтать, а спланировать, поедем туда, вот маршрут. Это как раз сейчас самое лучшее время. Получается, если человек без цели живет, если у него нет мечты, он не получает дофамин, то у него иммунитет? У него всегда полный пустой стакан и у него низкий иммунитет. Вы знаете, что во время войны, когда люди мечтали, во Второй мировой войне, люди мечтали о победе, и когда был постоянно стресс, но при этом они что-то делали, они воевали, они поддерживали друг друга, они переступали через себя, практически не было простудных заболеваний. Иммунитет у людей был очень высокий. Количество болезней разных. То есть это получается, дофамин так держит иммунитет, да? Это так держит дофамин, и но адреналин, да, который как раз гормон, что ты не просто в стрессе, а ты что-то делаешь. Это в разы, это не на проценты. Генарочка, это иммунитет увеличивается в разы, в разы. Практически снижается риск, снижается туда до нуля, риск онкологии, риск огромного количества заболеваний. Селекционеры, люди, у которых постоянно... Он ждет, да, чего-то? Он ждет, он постоянно что-то делает. Он ждет. Это круто. Следующей весной, новая, вот эта яблоня, которую я посадила, она начнет плодоносить, и я к лету получу яблоко, да, а в этом году я тоже что-то посажу, и я буду ждать, что через 20 лет будут новые яблоки. И эти люди живут дольше, ни на год, ни на два, на 20-30 лет дольше, чем в среднем продолжительность жизни у людей в этой стране. Это очень круто. Дальше, окситоцин. Окситоцин – это нейромедиатор, который связан, вот это материнский инстинкт, это наше желание, чтобы нас обнимали, чтобы нас трогали. Окситоцин – это вот этот груминг, да, вот забота о теле, забота друг о друге, это обнимашки. Это когда мама рожает ребенка и кормит его за счет окситоцина. Молоко же материнское за счет окситоцина появляется? Да, появляется. Как раз все, что связано с материнством, заботой отца и матери о ребенке, наше желание обнимать наших близких, наше желание обниматься в постели с любимыми – это окситоцин. А правда, Алексей Петрович, что если у мужчины… И он тоже повышает табалитет. А правда, что если у мужчины очень много окситоцина, да, вот со стороны женщины, и у него тоже этот гормон такой достаточно энорный, что он не изменяет, то есть он не видит других женщин, он не может понять красоту других женщин, да, то есть если у него много окситоцина, то он хороший парень. Что если у него много окситоцина, и у его жены тоже много окситоцина, то они постоянно обнимаются, и поэтому никого не видит вокруг. Но мужчина на самом деле не видит других женщин не только из-за окситоцина. А из-за чего? У мужчины так устроено внимание, если женщина лучше различает цвета, если женщина может контролировать сразу несколько объектов, то у мужчины внимание, это черно-белый фон лучше воспринимает мужчина, контурной картинки, и у мужчины внимание ориентировано на цель. На цель. И поэтому если женщина может одновременно всю картину наблюдать, контекстное мышление, то мужчина ориентирован на цель. У него зрение, знаете, как у сокола, он следит за движущим предметом. И поэтому женщина, которая сама движется по жизни, меняется. Сегодня она блондинка, завтра брюнетка. Сегодня она вот в таком стиле, завтра она в другом. Она фактически реализует его потребность наблюдать за изменениями. И у него не появляется необходимости. Ведь мужчина меняет, не женщину, он меняет, ему нужно, чтобы что-то менялось. То есть мужчине нужна эволюция постоянная? Да. Ему нужна женская эволюция? Женщина, которая сама меняет свой внешний облик, стилистику поведения, которая каждый день разная. Да, она привлекает внимание мужчины, и у него нет потребности искать другую, которая бы выполняла эту функцию. Да? Дальше. Поэтому много обнимашек, обнимать детей, обнимать родителей, да, сидеть в обнимку у телевизора, в обнимку спать. Это повышает иммунитет. Друзья, это повышает иммунитет в разы. Да? И, соответственно, на эти вот наши все удовольствия, вот это наше, наше, наше комфортное состояние удовлетворения, которое связано с эндорфинами, это в том числе и эмоции общения, это эмоции от хороших фильмов, хороших книг, добрых сказок. Сейчас время читать сказки, время мечтать, время что-то делать вместе, но не забывать о том, что у каждого человека, особенно в такие ситуации, должно быть право на личное пространство и на личное время. Могу сказать, что изучение, вот в педагогике есть такое правило, дайте детям возможность баловаться, заниматься ничем. Почему? Потому что, когда ребенок ничего не ищет, ничего не пишет, не делает уроки, а просто вот кувыркается и балуется, дайте ему хотя бы час заниматься тем, чем он хочет сам, не регламентируйте всю жизнь. Да, конечно, музыкальная школа, спорт, иностранные языки, художественные студии, но дайте часик ребенку, чтобы у него, в это время обязательно без мобильной связи, без телефона, без компьютера, чтобы у него запустилась так называемая дефолт система мозга, та самая система, которая позволяет гармонизировать и в том числе появляется возможность, вот говорят, что человек лечится только во сне, действительно лечит человека, его собственная бессознательная гармонизация. Это возникает только в случае, если вы ничего не ищете, потому что поисковая активность блокирует дефолт систему мозга на 20-25 минут. Достаточно один раз посмотреть на телефон, один раз ответить на звонок, смс-ку, либо что-то найти в интернете, в гугле, как тут же на 25 минут блокируются внутренние механизмы саморегуляции, и поэтому ребенку хотя бы час в день надо дать возможность побаловаться, чтобы он делал то, что хочет, рисует, что хочет, играет в машинки, фантазирует, я не знаю, придумывает сказки. Во-первых, это время для креатива, во-вторых, это время как раз для внутренней гармонизации, переосмысления. Мозг решает свои собственные задачи, в том числе и задачи повышения иммунитета, и решения каких-то вот назревших напряженных моментов. Поэтому ребенку обязательно нужно дать возможность хотя бы часик в день баловаться. и себе тоже надо дать право баловаться, заниматься чем хотите, ничего не делать, хотя бы час в день. Но мы же сейчас этим и занимаемся только, ничего не делаем. Нет, нет, нет. Если вы сидите в телефоне, то единственный отвеченный звонок, либо единственный отвеченный смс, и 25 минут вы уже не можете, организм не может заниматься саморегуляцией, и ничего не может придумывать. А мы отвечаем на смс, и звонки чаще, чем раз в полчаса. И поэтому мозг вообще не включает механизм ни саморегуляции, ни творчества. Это большая проблема современной ущерки. А как пороться со стрессами? То есть мы читаем информацию, в частности сейчас, то есть мы все время читаем про этот COVID-19. В Италии количество жертв увеличивается, статистика в Казахстане каждый день, к сожалению, тоже увеличивается. То есть вчера ночью мне скинули где-то в час ночи карту контактных людей. Я начала смотреть эту карту и смотреть, куда я хожу, то есть есть ли эти люди. То есть и каждый день ты получаешь столько стресса. Как реагировать на такие вещи и чтобы это было безболезненно для твоего иммунитета? Ну, понятно, что в любом случае опасность надо знать. Но иммунитет как раз повышается от того, что вы, зная опасность, начинаете что-то для этого делать. даже то, что вы будете планировать будущее, даже то, что вы будете заниматься спортом, даже то, что вы переосмыслите свои отношения с людьми. Кстати, это очень тоже важная вещь. Иммунитет здорово повышается, если вы отпустите какие-то старые проблемы, старые отношения, простите тех, кто там виноват перед вами, извинитесь перед теми, там, с кем виноваты вы. Если вы вот свое прошлое гармонизируете, я вас уверяю, у вас повысится иммунитет. Это очень важная вещь. Важно отпустить все прошлое и там разрешить все проблемы. Знаете, иногда иногда имеет смысл там поговорить, чтобы закрыть тему, простить друг друга, вот высказать, но успокоиться. Чем нести с собой всю жизнь, какую-то или долгую годину. Я наоборот люблю, когда у меня появляется какой-то враг, конкурент, человек, которому мне хочется что-то доказать. Ну, это хорошая конкуренция, это здоровая конкуренция. Вы понимаете, разница между конкуренцией и завистью, например. Понимаете, разница между ответственностью и виной. Вот надо обязательно избавиться от чувства вины, вывести это в ответственность. Из всех ситуаций в жизни, даже если кто-то вам что-то плохое сделал, надо переосмыслить и сказать, что вот это он мне сделал, зато я на этом научился и после этого эту ошибку уже не повторял. А как это сделать? Наоборот, я этому человеку благодарен. Выписать можно? Да, садиться на листок бумаги, просто выписать все накопившиеся на данный момент проблемы. Я вас уверяю, что если вы эти проблемы перевернете, и тем, кто вас чему-то научил, будете скорее испытывать благодарность. Да, ты со мной плохо поступил, но зато ты меня этому научил. Зато я больше в эту воду не входил. И может быть, было еще хуже, если бы я этого научился не научился тогда. Поэтому провести этот рефрейминг, это в НЛП называется рефрейминг, и вывести все негативы в позитив, я вас уверяю, это повысить, Мунингер. Дальше. Дальше. Переосмыслить все внутренние конструкции, которые связаны со словом должен, потому что это стрессирующий такой, даже дистрессирующий фактор, перевести это все в то, что я должен, разобраться, кому вы должны, на самом деле никому, ничего в жизни не должны, не должны вы быть только себе, и единственную вещь вы должны, вы должны быть счастливы. И поэтому все, что вы считаете должен, нужно обязательно перевести в формат, а что будет, если не? Если я этого не сделаю, самое страшное, что будет, будет вот это. А дальше из этого найти выход. Знаете, нет проблем, все, что, все проблемы, которые можно решить за деньги, это не проблемы, это траты. Нет, но тогда тебя будут все называть эгоистом? Вы знаете, разумный эгоизм совершенно оправдан. Динарочка, разумный эгоизм абсолютно оправдан, вы имеете на это право, вы имеете право добиваться своего собственного счастья, да, к счастью, опять-таки, что здоровый, психически здоровый человек, как раз, может быть счастлив только в счастливом социальном окружении. Для этого мы делаем счастливым своих родителей, своих детей. На самом деле, это главное, что вы должны своим детям, вы должны быть счастливы сами. И это самое главное, что вообще нужно делать, это самой быть счастливым. Счастливый родитель, счастливый ребенок. Конечно, да. Вот, поэтому надо все должен перевести, а что будет, если я этого не сделаю, и это перевести, как бы, там, самое страшное, что произойдет, и найти выход из этой ситуации. Если это траты, то сколько, да, если это какая-то проблема, то как я ее развешу? И тогда, вот, организм перестает бояться, да, и вот этот дистресс, вот, неправильный стресс, да, заканчивается. Вот, а потом переосмыслить все вещи, про которые вы говорите «не могу». То есть, это выписать, Игорь Петрович, это получается выписать на листок бумаги. Листочек должен, да, кому я чего должна. То я должен переписать, и не только, там, в финансовом плане, но какие-то вещи, которые вы считаете, что вы должны. Их надо обязательно вывернуть в, там, в то, что самое страшное, что произойдет, если я этого не сделаю, да, а дальше то, что я буду делать, надо принять решение, что я, я сам же так решил, что я буду делать, значит, я уже не должен. Это просто ответственность. И перевести это «я хочу» или «я буду», да, но вывести слово «должен». И обязательно проанализировать «все я не могу». «Все я не могу», потому что у каждого «не могу» есть какое-то свое препятствие. Вот очень важно это препятствие найти. «Я не могу», потому что. И вот это препятствие, когда вы выявили, тоже проходит стресс, который, стресс сам по себе, да, когда слишком много неразрешенных стрессов, это уже дистресс, это снижает иммунитет. То есть, получается, все стрессы, они у нас, в нашей голове, в нашей жизни, только потому что, то есть, они накоплены, их нужно просто вытащить, да, из головы, из сознания, выписать все, увидеть там, кто, если даже где-то тебя обидел, чему он тебя научил, где ты кому должен, может, ты там и не должен вовсе, да, может быть, это просто твоя ответственность, и где ты не можешь, почему ты не можешь, скорее всего, ты можешь, да? можешь, просто найти препятствия, иногда... То есть, эти проблемы уже не проблемы, вовсе. Вы знаете, у меня была история, я жил в общежитии, в Новосибирске, в комнате, в которой я одновременно мог и форточку, и дверь открыть, не сходя с места. И однажды вдруг я понял, что я не могу сесть за диссертацию, потому что у меня маленький ребенок, и единственный стол, и я не могу разложить на этом столе бумаги, чтобы написать диссертацию, и у меня возникла вот эта мысль, что я не могу написать диссертацию, я не могу сесть за диссертацию. И я потом в один прекрасный момент вдруг, вот так же, как вы предлагаете, на листочке написал, не могу сесть за диссертацию, и вдруг понял, что у меня давно уже есть отдельная комната, и уже есть стол. А я эту фразу себе долгие годы говорил. Я эту ситуацию написал за две недели. Так вот, книжка, которую вы сейчас держали в руке, Carmalogic, это «54 закона судьбы», как раз это книжка про правильное мировоззрение, это книжка, как перестроить свое мышление в этом мире и понять, как устроен этот мир, выходить из стрессовых ситуаций и не допускать такая, знаете, превентивная психотерапия, не допускать ситуации, когда вам придется идти к психологу или психотерапевту. Теперь, вот, очень важно, да, что во время, во время вот подобного рода такой самоизоляции обязательно друг другу дать возможность личного пространства, да, то есть не перенасыщать, не перенавязывать детям, там, родителям общение, но все время, которое будет желание проводить вместе, вот проводить, получая эмоциональное удовольствие друг от друга, да, и социальная поддержка, социальное поощрение, социальное принятие, какие-то добрые совместные воспоминания, они, безусловно, повышают иммунитет. Поэтому, если вы с мамой сядете и посмотрите детские альбомы, расскажете своим деткам, там, какие-то истории жизни, вы увидите, как приятно будет маме, и вы поднимете иммунитет. То, как вы счастливы, как с слезами на глазах вы, там, рассматриваете эти детские собственные фотографии, да, и как вы, как, это важно, да, это важно иногда это делать, у нас сейчас есть прекрасная возможность с нашими людьми творить наши детские альбомы. Алексей Петрович, я обычно, когда мы путешествуем с детьми, я стараюсь покупать всегда сувениры, да, и раньше я, честно говоря, не понимала, зачем мы их покупаем, тарелочки, там, какие-то сувениры, а потом я поняла, через какое-то время, что это делается для того, чтобы у тебя был какой-то якорь, да, который тебе напоминает, то есть ты смотришь на сувенир, и у тебя сразу ты возвращаешься в то место, в те эмоции, в тот климат, да, в тот, я не знаю, в то, я не знаю, в то состояние, да, которое ты испытывал, поэтому это очень важно проводить время вместе. Это хорошее время вспомнить друзей, которых давно, там, с которыми давно не общались, позвонить каким-то своим, там, бывшим коллегам по работе, которых давно не видели, своим одноклассникам, одногруппникам в университете, действительно гармонизовать отношения, если вы чувствуете, что с кем-то было напряженное отношение, позвоните просто, как себя чувствовать, ты знаешь, вот я подумал, что, наверное, мы тогда там, гармонизировать, и гармонизировать внутри себя, сейчас есть время сделать то, на что раньше времени не хватало. У Александра Дольского, такого замечательного певца, барда из Ленинграда, была такая песня, меньше всего любви достается нашим самым любимым людям. Да, это правда. Позвонить каким-то дальним родственникам, поинтересоваться, как у них дела, нужна какая-то помощь. Сейчас есть время, сейчас есть время, знаете, вы можете выйти из этого коронавирусного так, стационара домашнего, вы можете выйти намного сильнее, это вот то, о чем Насим Талеб пишет в книжке «Антихрупкость», что кризисная ситуация кого-то ослабляет, а кого-то может сделать сильнее. Вот наша задача как раз стать такими антикризисными, такими антихрупкими и выйти из этой ситуации сильнее, с новыми ресурсами в нашем прошлом, с мечтами, которые мы намечтаем за это время, с планами, которые мы напишем. Это очень полезно. Сейчас было бы написать там 100 стран, которые бы я хотел посетить, посмотреть те фильмы, которые давно собирался посмотреть. Единственное, что я рекомендую вот как раз в этой ситуации такого такого кошмара, ну, кошмара, правда же, который происходит сейчас в мире, смотреть добрые, хорошие фильмы. Алексей Петрович, благодаря... мир с вами. То есть на самом деле можно просто видеть во всем. И я думаю, что действительно вот сейчас самое главное, наверное, не дать себе, а очень хочется, да, то есть удариться в депрессию, ничего не делать, спать целыми днями, думать, что все плохо, что будет еще хуже, потому что люди, с которыми вот я сегодня виделась, многие говорят, что вот, наверное, хорошо уже никогда не будет. То есть, наверное, избавиться от этих мыслей, вот как раз вот вы сегодня нам подарили в прямом эфире эту, я не знаю, намечтали нам новое будущее, дали очень хорошие рекомендации, советы, как провести с пользой это время. Потому что на самом деле я очень давно мечтала об отдыхе. Я мечтала просто насладиться, знаете, домашним бытом, хозяйством. То есть, у меня была куча планов, и вот сегодня, сейчас я могу это все реализовать. Вы знаете, сейчас очень важно, очень важно настроиться на будущее. Для этого надо мечтать, для этого надо смотреть, знаете, такие фильмы, где люди о чем-то мечтают, это получают, какие-то хорошие, добрые комедии, с детьми надо посмотреть детские какие-то добрые сказки. Это очень полезно. Потом действительно поделать какие-то совместно, поделать какие-то дела, которые вам приятно делать. Перебрать вещи, разобрать, навести где-то порядок, перебрать, там, семейные фотографии, сложить их в альбомы, то, что еще хватает в время. Сесть за компьютер и потратить час на то, чтобы собрать фотографии, там, папочки, да, так сказать, какие-то альбомчики. Прочитать Кармолоджик. Прочитать, вот такие хорошие, добрые, мировоззренческие книги, которые говорят, если вдруг кто не знает, кто сейчас смотрит наш прямой эфир, Алексей Петрович написал книгу Кармолоджик и собрал здесь 54 закона жизни, которые работают практически во всем мире, да, то есть есть законы жизни, нарушая которые, мы получаем наказание. Это обратная реакция от этого мира. Это так. Спасибо большое. И вот достаньте тот блокнотик, который вы когда-то отложили, красивенький, из натуральной кожи, который вы все время откладывали, что когда-нибудь потом я его начну заполнять. Вот сейчас в этот красивый блокнотик надо записать там 50 фильмов, которые я хотел бы посмотреть, 100 стран, которые я хотел бы поселить, планы, кого из друзей нужно нанести, да, придумать, как вы будете праздновать Новый год, вот мечтать, 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 рассмотреть, чтобы будет расписать жизнь на 10 лет вперед. Расписать весь свой год, да, на 10 лет вперед, Динар, на 10 лет вперед, путешествия, поездки, подарки, на 10 лет, на мечтать, на мечтать. Алексей Петрович, дайте нам, вот вы все-таки человек, который привез НЛП, вообще, в Советский Союз, да, в 90-е, или в какие, 80-е годы? В 89-м, да. В 89-м году вы привезли НЛП, вы уже тогда владели этой сумасшедшей техникой. Алексей Петрович, дайте нам три рекомендации, как сделать так, чтобы желания наши сквелись. Есть какие-то секреты? Да, конечно, это можно сделать, давайте сделаем отдельный эфир по поводу мечты, желаний. Но, вот этот, эта тема, на самом деле, она действительно очень актуальна. Вот вопрос вам хочу задать. Куда нужно смотреть, когда забиваешь гвоздь? На гвоздь? Нет. Когда забиваешь гвоздь, глаза автоматически смотрят не на гвоздь, а в точку на стене, куда вы забиваете гвоздь. Ни в коем случае нельзя смотреть на инструмент, нельзя смотреть на руку, нельзя смотреть на молоток. Смотреть надо на точку на стене, куда ты забиваешь гвоздь. Куда нужно смотреть, когда забиваете мяч в ворота? Торзим или в ворота? Ворота. Куда нужно смотреть, когда вы собираетесь прыгнуть в длину? Туда, куда вы хотите приземлиться, а не на линию, которую нельзя заступить. И вот, Вот когда ездишь на велосипеде, обязательно нужно смотреть, если рядом пропасть или яма, смотреть, куда вы хотите приехать, а не в эту пропасть. К сожалению, очень часто мы мыслим в категориях, как бы нам отсюда уйти, а не куда мы хотим прийти. А вот теперь представьте себе, как интересно устроен мозг. Когда собака бежит по лесу, ее глаза устремлены вперед, где она хочет оказаться через несколько секунд. Но эти глаза, наблюдая туда, боковым зрением, ухватывают все, что перед этим. И каждая лапка потом знает программу, куда встать. Здесь на камушек, здесь мимо лужи, здесь нужно нагнуться. Собака не смотрит на лапы. Мало того, задних лап она вообще никогда не увидит. Так вот, так устроено бессознательное, что когда человек смотрит туда, куда он хочет прийти, где он хочет оказаться, бессознательное само выстроит программу достижения. Само найдет ресурсы. Само найдет ресурсы. Поэтому, поэтому мы обязательно, обязательно нужно намечтать эти мечты, их надо постоянно думать, нужно постоянно сопоставлять свои действия с этими мечтами. Знаете, как грибы собираешь, когда мы приезжаем грибы собирать, мы ставим машину у самого высокого дерева. Потом ты идешь собирать грибы, и вот каждый раз, когда ты увидел гриб, оглянись, видно ли дерево, где стоит машина. Подбежал, срезал грибок. Что происходит, когда ты срезаешь грибок? Ты видишь следующий. Опять нужно развернуться, посмотреть на свою цель, туда, где машина стоит. Добежать до следующего грибка, срезать, посмотреть, видно ли, видно ли, тут дерево, где стоит машина. Почему? А потому, что после шестого грибка уже машины не видно, но и грибков-то уже нет, ты уже не вернешься обратно, ты не знаешь траектории, ты их срезал. Так вот, человек часто забывает о своей цели, а когда у человека нет цели, есть такой закон, кармалоджик, вы же читали, если ты не управляешь своими целями, то твоими целями управляет кто-то другой. Это очень важно. Дальше еще один закон кармалоджик есть. Если тебе платят деньги, то очень часто тебе деньги платят за отказ от собственной цели. Это тоже важно. И если ты цель свою сформулировал, то очень хорошо, очень хорошо сделать следующую вещь. В этой цели есть некие образы, картинки. Я хочу там дом у моря, либо я хочу там машину. У меня одна моя, практически любимая клиентка, например, хочет свой самолет. Так надо обязательно представлять себя имеющим эту цель. Мало того, очень рекомендуется всем начать говорить, что у меня это будет. Если вы мечтаете где-то в конкретном месте иметь дом, то нужно туда приехать, ходить по этим улицам и уже спланировать, а вот сюда в эту школу будет ходить мой ребенок, вот на этом пляже я буду загорать, а вот ресторанчик, где я буду там праздновать обычно свой день рождения. А вот в этой кафушке я буду пить кофе. Сесть в этой кафушке, выпить кофе на солнышке и всем официантам, кто будет подходить, говорить, вы знаете, а я здесь собираюсь жить, я скоро здесь буду жить. Алексей Петрович, мне очень хочется теперь в Париж выпить кофе в какой-нибудь кофейне, знаете, в кафе где-нибудь на... Динара, я вас с удовольствием туда приглашу, как только туда разрешат. А в Италию как хочется, да, Алексей Петрович? Вы видели, что происходит на площади дома, то есть там просто, я вчера маме показывала видео, там ни одной живой души. Так, да. Так вот, правильное мечтание еще и сопровождается тем, что нужно вот эти картинки, я хочу дому моря, и мне нужно вырезать в журнале вот вид из окна, который у меня будет, повесить на холодильник. Я хочу вот такую спальню, вот такую спальню, когда вы найдете в каком-то светском журнале, вы ее вырежете и тоже повесите на холодильник. Почему на холодильник? Скажу вам, не всегда работает, вы знаете, у меня дома даже была фреска с видом на озеро Кома. Ну, была я на озере Кома, но дома как не было, так и нет. Стоп, а вы там сказали, что вы там будете жить? Где, на озере Кома? На озере Кома. Вы сказали всем соседям? Нет, я вообще никому не говорила. Вот видите. Я поняла проблему в этом. Друзья, у меня на озере Кома будет свой дом. Да, конечно. Пригласите меня в гости. Да, и вообще я буду президентом Казахстана, понятно? Потому что Алексей Петрович, политехнолог, да, Алексей Петрович сделал, например, Юлию Тимошенко президентом Украины в свое время. Но она не была президентом Украины, она была премьером, премьером, я ей действительно помогу стать. И действительно, мы когда-то придумали ей такой красивый образ. Красу придумали. Поэтому я ее очень люблю, не Владимир, но... Просто Алексей Петрович, таким другом, как вы, понимаете, у меня сразу рождаются политические амбитские. Так вот, Кома, Кома, приглашайте меня в гости. Вот сейчас, давайте, приглашайте. Алексей, я вас приглашаю. Алексей, Алексей Петрович, я приглашаю вас как-нибудь с супругой Натальей, с детьми. Приезжайте в мой дом на озере Кома. Все, мы записываем планы, спасибо большое. У меня даже есть четкое понимание, как должна выглядеть терраса. Вот видите, я сейчас всех планы напишу, и куда вы денетесь. Алексей Петрович, спасибо вам большое за такой классный, позитивный эфир. Друзья, напишите, сейчас я напишу такой небольшой релиз о том, как прошел наш эфир, а вы напишите свои инсайты, свои впечатления. Если сейчас нас смотрят также подписчики Алексея Петровича, хочу вас всех познакомить с тобой. Меня зовут Динара Саджан, я журналист, телеведущая, работаю в Казахстане, также занимаюсь бизнесом. Кто не знает Алексея Петровича Ситникова, но я думаю, что мало кто не знает. Алексей Петрович написал вот такую книгу «Кармологик». Он собрал 54 закона «Кармы», и здесь в одной книге, она такая достаточно тяжелая книга. Алексей Петрович привез НЛП в 89-м году в Советский Союз, политтехнолог, работал в предвыборной кампании Бориса Ельцина, Юлии Тимошенко. Всех не причисляйте, это 415 избирательных кампаний уже, впрочем. 415. Тружил с Борисом Березовским. Это контроль не вышел, да? Пунктик. Алексей Петрович, спасибо вам большое. Я предлагаю через неделю снова встретиться в прямом эфире. Вами сколько угодно. Да, спасибо. И поговорить уже на другие темы. Я думаю, что многие сейчас... Кармологик онлайн еще нет? Есть в Storytel есть аудиокнига, есть приложение Кармологик для айфона, и на днях появится для андроида, поэтому скачивайте пока бесплатно. Кармологик можно скачать, да? Да, приложение, там музыка потрясающая. А я покупала за 10 тысяч тенге книжку. Да, вот так вот. Да, ну зато с автографом у меня. А, мамочка. Зато у меня с автографом. Алексей Петрович, спасибо вам большое. Мы с вами сейчас... Спасибо, до встречи. Наталье, супруге, большой привет. Спасибо ей большое, что она нам помогла выйти в эфир. Я желаю вам крепкого здоровья. Но я думаю, что у вас карантин-то такой тоже полезный, интересный. Каждый день прямые эфиры. Поэтому спасибо вам большое. Через неделю давайте снова встретимся. Давайте, замечательно. Я вас целую, обнимаю. Я жду в доме на Узере Кома. Спасибо большое. Пока. До свидания.